Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас суббота, 17 августа 2024 года. С чем я вас всех хочу и поздравить? С выходным днем. Отдельно хочу Рижан поздравить. С праздником города. Но речь у нас пойдет не про праздники, конечно же. Праздники они и есть. Праздники были, есть и будут. Праздники. Речь пойдет у нас вот о чем. Какой заразе, друзья. Оспа обезьян. Во как! Давно не слышали, да? Вот сколько вам лет? Вам, которые сейчас смотрят это видео, сидящим перед экраном, сколько вам лет? Возможно, вы были вакцинированы еще в советской Латвии. Вот, пожалуйста. Несколько жителей высказали в социальных сетях мнение, что жители Латвии, родившиеся до 1980 года, защищены от обезьяньей оспы. Поскольку эта вакцина, когда-то была включена в программу обязательной вакцинации. Илзе Удре, руководитель отдела коммуникации центра профилактики и контроля заболеваний, подтверждает, яунс.лв, что пациенты, родившиеся до 1980 года, действительно были вакцинированы против вируса оспы, который также обеспечивает защиту от оспы обезьян. Однако, она подчеркивает, что жителям не обязательно делать прививку в целях профилактики. А рекомендации существуют только для жителей группы риска. Таких, как, например, медицинский персонал, который может контактировать с вирусом, контакты больного и так далее. Компотик, друзья. Разрешите паузу сделаю немножечко. Сейчас поговорим. Это вот своих яблок. Арония, черная рябина. И все. Яблоки Арония. А мы и смородина. Друзья, послушайте. А, да. Кто не рассмотрел? О, какой компотик. Сейчас мы разберемся. По этой причине горы полетело. Да, друзья. И дождик у нас. Вот сейчас времени 12 часов 42 минуты. Дождь лупит. Да, 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 да. Не по причине дождя. А по этой причине тем пациентам группы риска, которые родились до 1980 года, рекомендуется одна доза вакцины. А остальным две поясняет специалист. В конце поговорим. Я вам кое-что покажу на себе и кое-что расскажу, что я думаю про это все. Немножко осталось. Потерпите. Инфекционное заболевание, вызванное вирусом оспы обезьян, было обнаружено в Европе уже в 1958 году. А его распространение в мире первоначально удалось остановить благодаря вакцине против вируса оспы, которая когда-то была включена в программу обязательной вакцинации. В 1980 году из-за минимального распространения вируса в обществе необходимость вакцинации отпала. Поэтому вакцинация против оспы в тогда еще советской Латвии была прекращена. В Латвии против оспы прививали людей, родившихся до 1980 года. А противооспенная вакцина против оспы обезьян обеспечивает 85% защиту. Еще раз повторю внимание. 85% защиту. 85%. 15% значит не защитить. Да вот, я в конце хотел показать вам. Да, вот они, вот эти вот прививки. Ой, да, это штурвальчик. Тут одна, вот тут вторая. В общем, обидно, друзья. А, вот одна и вот вторая. Ну, какая-то здесь против оспы. Напишите в комментариях, поправьте меня. Ну, мы уже забываем, что, господи, здесь эти прививки, прививки. Еще раз компотик вам. Берут меня смутные сомнения. Ну, понимаете, какие сомнения. Скорее всего, вы догадываетесь. Пишите комментарии. Догадались. Берут меня очень смутные сомнения. Ну, привитые. Ну, кто до 1980 года, да. Ну, привитые же все. А зачем еще одну прививку? Ну, ладно, тем, которые работают. Ну, это у меня сомнения такие, знаете. Я так думаю, понимаете. Опять эти прививки, вакцины. Что-то это не напоминает вам что-то, нет? Вроде недавно прошло. Проходили. Проходили. Что тут творилось? Ну, еще хочу добавить. Так, здесь не написали, что эти прививки, эти вакцины проверялись годами, испытывались на ком? Ну, не на людях испытывались. Это точно. Так вот, друзья. Они испытаны у всех. Весь земной шар, понимаете? Ну, это понятно. А нас чем кололи? Да, пришлось один раз уколоться. Это вот это, когда коронавистье было. Ну, не зайти было вообще никуда. Я имею в виду, не встроимые материалы. Так вообще, мы как раз в тот раз, в то время строились. Ну, невозможно. Я тянул, тянул. Уже до самого последнего хотел дотянуть, чтобы... Ну, не зайти. Вообще не зайти. Наташа на работу. Так вообще. До пенсии осталось и что? Уходить с работы. Чуть-чуть осталось. Ну, осталось еще и немножко. Чуть-чуть. Ну, год с небольшим. Да. Вот давайте будем считать полтора года. Ну, чуть меньше, конечно же. До 15 февраля 2026 года. На пенсию. Ну, и что? Бросать ей работу было. Пришлось тоже один раз вакцинироваться. Все. Отстали. А кто не вакцинировался? Это я сейчас мнение свое... Это я сказал сразу. Берут меня смутные сомнения. К чему-то опять подготавливают, что ли? Тогда же тоже так начиналось. Вспомните? Просто забывается. Забывается. Вспомните. Но у нас было все да наоборот. Я этим очень гордился в тот момент, когда наши... Ну, вы понимаете, кто чего. Не будем говорить. Кто они, кто чего. Но хвалились наши. Мы боремся и можем даже помочь. Пожалуйста. Попросите. Мы приедем, вам поможем. Приезжайте к нам. Научим вас, как лечить от корона. Как этот... Господи. От этого коронабесия. А ковид-19, господи. Я до того уже прям... Ну, сами понимаете. Посмотрите на видео. И послушайте внимательно. Компотчик понравился. Ой, не могу прям. За ваше здоровье. В меру шладненький такой яблочком отдает. И рябинкой этой аронией черной. Так вот. Там-то были испытаны. А нас чем кололи? Название дали. Ну, ладно. Боксинг. Хорошо. Боксинг. Кто-то верил. Кто-то понесколько шуранулся. Ширанулся. Да-да-да-да. К чему-то опять... Это я. Мнение мое. Подготавливают. В Швеции там один случай. Один случай. В Скандинавии. Один случай появился. Все. Беда. Что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Я не доктор. Я не профессор. Не академик. Не ученый. У меня все три класса образования. Ну, подскажите, пожалуйста, к чему нас подготавливают опять? А, ну да. Типа, вы же слышали, да? Там же один человек. Ну, так он, возможно, куда-то съездил. Где-то в каком-то зоопарке. Или, ну, я не знаю, где, куда. Может быть, там чего-то подцепил. И тут такое понеслось. Но это мое мнение, друзья. Да, бывает. Глаз. Нет. Ты что-то... Э-э-э-э, это, постой. Не, зачесалось. Пистолет держит. Дулом пистолета чешет. Витзен, помните? Земля Санникова. Ну, я что-то вспомнил про путешественников. Болезнь путешественников есть такая, да? Знаете, что такое? Потом расскажу. Пусть будет, секрет будет, сюрприз. Пожалуйста, мне с тремя классами образования подскажите, напишите комментарий. К чему бы вот эта вот статья, друзья, подготавливают? Я вам показал. Мы привитые, да. Да. Ну, тут шурвал это, ладно. Я тем более сколько уже привито. Трижды получается. Даже больше. Даже больше. Может, еще где показать, где какие прививки у меня. Ой, друзья, с хорошими у вас выходными. Провести вам хорошие выходные. Ну, а Рижанам еще раз повторяю отдельный привет. Конечно же, отдельный привет. Потому что сейчас там дни города. 823-летие. Вчера уже начали отмечать. Но сегодня дождички, вот под конец тоже расскажу. Там дождик тоже, друзья. И утречком пишите комментарии, Рижанне. У вас с утром был дождь? Мы хотели ехать. Наташа. О-о-о. Я говорю, слушай, Наташа. Посмотрел я прогноз погоды. Наташа, там уже с утра дождик. С утра. Ну, небольшой, но дождик. А потом днем дождь с грозой. И вечером тоже дождик. Ну, какие могут быть съемки при дожде? Вы сами понимаете. И мы намокнем чуть-чуть. Ну, это все тогда кирдык. А мокрыми ходить. Ну, ладно, вы скажете, зонтики могли бы. Нет, друзья, нет. Насчет завтра. Завтра увидите. Сюрприз будет. И мы сегодня не поехали. Нет. У нас лупит. Если у нас лупит. Он будет периодически. То лупит, то не лупит. Такой то сильный, то опять помельче. Да. А в Риге? Рижане. Напишите, пожалуйста, что у вас с погодой там. Ну, обещали, обещали, да. Как он совпадает, этот прогноз? Знаю, что Рижане нас очень много смотрят. Тысячи. Сотни. Все, буду заканчивать. Напишите мне, пожалуйста, вот про вот эти вот. Про эту оспу обезьян. Ну, вы слышали уже. Потому что я читаю комментарии. Да, уже там. Уже намекает уже оспу обезьян. Да, да, да. Значит, ждите. Ждите. И не только в комментариях наших. Вообще. Уже начинает чего-то распылять. Ну, типа в комментариях там и так далее. Ну. Слово распылять я сказал не зря. Подумайте. К чему я это слово сказал. Дальше не буду объяснять. Я просто хочу с вами здесь вести беседу и дальше. Понимаете, о чем лечь? Да. А не распыляться. Но это слово. Вот вы услышали. Из моих уст. Намотайте на ус. И посмотрите наверх. Иногда. Иногда поглядывайте наверх. Когда на улице вы с магазина выходите. Вы и под ноги смотрите, чтобы не упасть вам. Ну, и смотрите наверх. Иногда. Не, можете постоянно смотреть, да. Вот. О, дождевые блока идут. О, дучи. Опа. А это что такое? Ой-ё. А, ну да. Вы поняли? Тогда напишите комментарий. Так. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Не забудьте поставить лайк под видео. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь в социальных сетях с друзьями. Вот такая вот обезьянка. Под названием Оспа. Оспа-безьян. Да. Ну и пишите, кто привитый, кто не привитый. У кого вот эти вот есть вещи. Кто уже, как говорится, застрахован. А кто не застрахован, застрахуйтесь. Вещи, так же и дома, и так же поля. Не забывайте застраховывать. Это я напоминаю вам, друзья. Да. Про пыление тоже. Опыление как сверху, так и снизу. Ну, про поля, опыление. Да. Вы тоже. Напишите. Поняли вы, про что я вам намекаю? Ну, надо же. Если вы не обработаете поля. И сверху ничем нас не обсыпят. Ничего не будет. А если посыпят сверху. Посыпать сверху. То что-то и будет. Какой-то результат. Только какой результат будет? До свидания. Я уже вам подсказал по полной программе. Все уже прям открыл. До свидания. Спасибо за поддержку нашего канала. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра и дружбы между народами. Вишний раз не помешает. Спасибо.